25 миллионов и можно ждать суда на свободе. Такова общая сумма залога для фигурантов дела о стене Яценюка. Цифры у каждого свои. Кому-то придется скошелиться на 8 миллионов, кому-то хватит 500 тысяч. Все подробности расскажет Любовь Кукла. 8 миллионов гривен. Самую высокую цену за свою свободу до суда придется заплатить сразу двоим фигурантам дела. Бывшему начальнику отдела КАП строительства Госпогранслужбы Александру Атаманюку, а также директору стройцентра Витязь Агаверди Адилову. Купить свободу за 3,5 миллиона может директор компании АЗИ Александр Кашуба. Чуть меньше 3 миллиона 200 тысяч нужно поискать в закромах Владимиру Целко, начальнику управления стройдепартамента Госпогранслужбы. Посреднику Александру Хвещуку суд назначил залог в 1 миллион. И копейки по сравнению с коллегами нужно найти экс-директору Черниговского облавтодора Сергею Значко, а также старшему офицеру отдела КАП строительства Госпогранслужбы Вячеславу Майдановичу. Но это далеко не все, кого подозревают в хищении денег во время строительства так называемой стены. Прокуроры обещают продолжение и уже говорят о возможных новых задержаниях. И это не странно, ведь за 2,5 года Евровал построили лишь на 15%. Следствие уже выяснило, почему. Схема простая. Деньги коррупционеры отмывали через фиктивные фирмы. Например, детективы НАБУ установили, что 2 года назад Госпогранслужба перечислила глиповым фирмам 175 миллионов гривен, которые в конечном итоге оказались у компании прокладки Киттрейд, созданной в том же году. Мы пытались отыскать эту фирму, но офис у нее виртуальный. Когда-то была здесь такая компания, но они уже давно здесь не находятся на адресе. А давно это? Ну, еще в 2016 году они съехали. Евровал, стройка века главного фронтовика Арсения Яценюка. По его словам, мега-сооружение якобы должно было остановить российскую агрессию, в том числе тяжелую технику. В реальности же имеем вот такой ров, земляную насыпь, смотровые вышки, камеры наблюдения и металлическую сетку-рабицу. Общая стоимость проекта целых 4 миллиарда гривен. В стену уже замуровали 600 миллионов. В начале этого года дали еще 200, позже еще 300 миллионов. Выделение которых пролоббировал Народный фронт. Политологи удивляются, почему за провал невероятно дорогого проекта отвечают лишь пешки, а не главный прораб. Скорее всего, это приглашение к большому политическому торгу. Дескать, если бенефициары этого проекта будут несговорчивы осенью, вперед политических торгов, то дело может пойти от стрелочников по направлению к бенефициарам и получить куда более, больший резонанс. Возмущены, что арестованы лишь Семера и нардепы. В частности, Сергей Каплин заявил, будет требовать создание рабочей группы в парламенте, чтобы проверить проект фронтовика и ценюка. Это не европейский вал. Это европейский завал. После этого, после этой крадежки, после этой оборудки у нас уже не будет абсолютно никакого понимания с нашими европейскими партнерами. После строительства этой стены между владой и простыми людьми формуется неймоверная стена недоверия. Поэтому я считаю, что авторов этой стены, тех, кто крав эти деньги, идеологов, идейных натхненников, Яценюка, Авакова, их шесток, нужно ставить до стенки за эту стену. Пока же ни САП, ни НАБУ не могут ответить, когда же дела коррупционеров будут переданы в суд. Любовь кукла, Павлина Василенко, Богдан Савруцкий. Подробности телеканал Интер.